В областной научно-универсальной библиотеке имени Сабита Муканова сегодня прошел круглый стол, посвященный 220-летию казахского поэта, одного из лидеров восстания 1836 года Мохамбета Утимисулы. На встрече присутствовали историки и школьники, которые еще раз вспомнили о вкладе Утимисова в развитие литературы. Мохамбет Утимисулы – великий казахский поэт и батыр, который сыграл немаловажную роль в становлении казахской литературы 19 века. Природа щедро наградила его талантом композитора, виртуозного исполнителя кюев, оратора и поэта. Несмотря на то, что Мохамбет получил мусульманское образование, он хорошо владел русским языком и грамотой. После себя он оставил около ста стихотворений. К слову, его творчество считается самым трудным для перевода. Он жестко говорил. Каждое словечко его, которое именно в своей поэме или стихотворении, он всегда жестко говорил. И критиковал тоже ханов, биев, в то время как султаны. Очень жестко критиковал. Тем он именно нашел сердце, путь к своему народу. Мохамбет Утимисулы искренне любил свой народ и писал о его свободе. Его стихи проникнуты духом времени. В них отражается классовая борьба простого народа. Переживал он за людей не только в своих работах, но и на деле. В феврале 1836 года он стал активным участником народного восстания под руководством Исатая Тайманова. И хотя оно не принесло должного результата, тем не менее дало толчок изменениям. И сегодня, спустя два столетия, подвиг и стихи Мохамбета Утимисулы до сих пор изучают в стенах учебных заведений. Мохамбет Утимисулы. Мохамбет Утимисулы – выдающийся казахский поэт. Мы изучаем его стихотворения в школе. А они воодушевляют, ведь писал он о трудностях, с которыми сталкивался простой народ, и о том, что нужно что-то менять. Вообще он поэт, который вышел из среды аристократии. Но, тем не менее, он переживал за народ и открыто встал на их сторону. Мохамбет Утимисулы родился в 1803 году, а также в 1836 стал одним из организаторов народного восстания вместе с Исатаем Таймановым. Он всегда переживал за народ и за его судьбу. Хотел добиться свободы. Об этом он писал и в своих стихах. Мохамбет Утимисулы погиб 20 октября 1846 года на территории нынешней Атыраусской области. По историческим сведениям, он убит наемниками своих врагов. Илья Кудряков, Урал Амренов, Служба новостей.